привет мои хорошие залезла вот на горку и магнолия цветет то что севернее стояла вот она еще последняя цветет очень так думаю покажусь в магнолии не она не пахнет совершенно совсем чуть-чуть делаю серию влогов которых я начала задумываться о своем здоровье теперь спускаюсь этой горки вот теперь хожу так что у меня такие прогулочные влоги начинаются зато на природе дома шумно у нас папа сегодня мебель как всегда дальше продолжал переставлять то есть он переставил мебель но детей плохой сигнал интернета наверху он просто эту коробку эту вайфай переставил подальше и они наверх им этот вайфай не доходит надо подальше вот вайфай не доходит он решил все передвинуть ну и шо вот у него там что-то не получалось их не так во первых разломал кошкин дом половина дома нет уже снес швырял там все ну что вот они все-таки зацвели за можно нарвать конечно домой поставить вазочку ой как пахнет страшное дело пахнет красота и это еще дерево вот сиреневая нет свело тоже красиво джеймс переставил коробку нам на место поставил и уже теперь это лучше показывает интернет у них лучше работает а то вайфай плохо ловил белочку кто-то убил кто-то убил белку спасибо большое мне написали что нужно купить весы у меня были весы они стояли все время в ванной и не знаю время от времени уже за сколько там за 10 лет они уже у меня заржавели выкинули мы эти весы мне намного чувствуется лучше я теперь не знаю сколько у меня у у кристины вроде бы есть ну скажем так я не буду говорить это сколько было во мне веса но он сейчас как-то держится а вот это последние пять нет может четыре года в одной паре плюс минус 34 туда-сюда то похудая то назад ну в принципе если он так балансирует это и хорошо ну да я пыталась года три назад тоже хорошо как бы похудала ну все это обратно же пришло ничего у меня не худается если худается то назад набирается и анютаны глазки красивые тут разноцветные как интересно я не знаю что это за вид но он никогда не боится морозов они даже у нас цветут зимой какое-то чудо а не анютаны глазки а где я иду я все-таки решила очень много чего-то побаливает решила пойти показать вам где я раньше жила ой там соловей соловей поет заливается сорвала все-таки я свою палку черемухи куст который напоминает этот запах дуйте нюхать так мы на том месте жили ну так получилось что мы жили в таунхаузе там как бы два места там где мы прожили мы так интересно живем в одной квартире и потом в соседней квартире вот мы жили в одном таунхаузе перешли в другой таунхауз ну по соседству в одном комплексе просто всегда нужно каждый год там обновлять контракт иногда даже лучше перейти дешевле получается и вот кто даже будет эмигрировать может быть в америку так что вы каждый год когда будете здесь жить каждый год ну как смотря как вы подпишите контракт сколько вы хотите жить в этой квартире хотите на год пишите на год контракт и вас конечно там цена всегда будет колебаться хотите на год она ухты на больше падает вниз цена вот и я даже не знаю может быть если хотите там полтора года же эти два может еще больше указаны цена не меняется только если вот цена меняется а так если от месяц-два хотите там жить там будет очень высокая цена за это жилье вот иногда и каждый год когда вы живете то накидывается по 50 долларов смотря где и какая площадь иногда накидывается да и по и 100 долларов может накинуться например как в таунхаусе получается что вы вот прожили вы одну сумму платить и на следующий год эта сумма возрастает еще плюс 100 долларов и на третий год вы подписали контракт еще на 100 долларов и вы понимаете что вам лучше куда-то переехать потому что цена там будет дешевле и так как не хочется уже переезжать особо далеко переезжаешь в соседний таунхаус ну таунхаус это коттедж прохожу дома престарелых один второй третий здесь тоже одним словом в америке очень зелено очень зелено даже в вашингтоне вы не поверите есть такие места что вы подумаете вау хорошо что у них развита все и при этом они высаживают деревья делают такие парки посадки при этом очень зелено остается в этом городе здесь так вот олень может спокойно выйти из кустов лисица даже змеи есть соседка как-то говорила она рано утром мусор выносила и говорит змея вау еноты само собой здесь очень очень много енота они такие смешные эти еноты даже смешнее тим белки белки тебя боятся как-то еноты нет они мусорки только так лазят видите вот сзади вот они таунхаусы в которых мы жили сейчас я покажу каком именно там кристины колледж представляете мы здесь жили кристина тогда в школу ходила а вот через дорогу колледж теперь ей нужно ну или пройтись или про подъехать на автобусе чтобы до колледжа добраться тушь мы вообще через дорогу жили вот смотрите так вот раз два три третий вот этот темного кирпича был наш там хаус два года потом потом вот это желтый желт где желтый там ханус первая дверь вот это мы были наше последнее место где мы жили вот так что вот считаю что дошла показала вам наше старое жилье я ничего не совершенно не жалею мы сейчас живем намного новое жилье нам это постарше жилье уже надоело переехали здоров кто-то живет теперь другой вот а вот здесь вот сразу вот видите здесь всегда остановка детского автобуса была богдана забирали так что я вот желтый дом дверь открыла смотрю автобус вот там вот переезжает детский школьный он выбегал и так было здорово тогда тоже удобно очень было сейчас удобно у нас школа теперь недалеко прошлись отвели богдана это занимается этим мой муж джеймс его кстати тоже нужно ходить я бы тоже это делал но думаю недорогое тебе тоже нужно спортом заниматься шуруй отводи богдана ну вот видите они такие таунхаузы не буду вверх подыматься теперь пойду назад домой вот это такая местность там дальше офис вот так что вот туда-сюда ездим с места на место просто с места на место переезжаем здесь подруга с боливии жила она уже тоже переехала так что считаю что здесь уже никого нету из моих друзей знакомых соседей с которыми я общалась может там еще кто-то остался нет все переехали все всегда переезжают потому что я же говорю каждый год возрастает цена аренды оплаты так что не нужно оставаться на одном месте вот наверное поэтому американцы так легко переезжают каждый год куда-то в другое место вот автобус на таком автобусе я проездила почти год отучилась в массажной школе наверное на машине за 15 20 минут можно доехать туда а я ездила каждый час час туда час обратно вот когда вот мы еще жили там как-то тогда это церковь вот там она виднеется какие-то тоже кущери непонятные это церковь очень занята там детский садик такой час а мы ходили с подружкой там открыть классы вот садик мы открывали и классы воскресные субботние там классы какие-то тоже она хотела открыть тоже искали хотели арендовать помещение ну и так вообще церковь была к нам не дружелюбная как-то сразу вот знаете сразу сказала нет остальные хоть сказали мы подумаем там перезвоним а эти сразу нет мы заняты окей просто что вот я бы рядом когда я жила рядом для меня было бы работать вот что все про себя немножко порассказывала и показала мой бывший дом ну ладно мои хорошие уже вас замучила своими рассказами болтовней всего самого хорошего будьте здоровы вот будем заниматься здоровьем и увидимся в следующем видео пока